Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Генеральная прокуратура России начинает проверки уровня цен в стране. Проверки соблюдения цен необходимы для того, чтобы не было спекуляции при повышении цен на продукты питания и лекарственные средства. Ранее сообщалось, что в российских магазинах рост цен на импортные продукты в январе составил от 7 до 45%. Оказывается, рука рынка все же иногда ведет себя совсем неправильно. Президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что при среднегодовой цене на нефть 43-45 долларов за баррель неизбежен масштабнейший банковский кризис. Он уточнил, что в текущий кризис банкам, вероятно, надо будет сформировать в дополнение к существующим еще около 3 триллионов рублей резервов. Сколько банков выдержит такой объем формирования резервов, неизвестно. По мнению экспертов, без поддержки Центробанка и правительства в такой нелегкой ситуации банкирам не обойтись. Судя по последним проверкам Центробанка, банкиры работать толком не научились. На начало первой рабочей недели инфляция в России составила 0,8%, сообщает Росстат. За аналогичный период прошлого года она поднялась лишь на 0,3%, составив за январь в целом 0,6%. С начала 2015 года сахар-песок подорожал на 5,9%, рис на 3,4%. Говядина, рыба мороженое, яйца, масло подсолнечное, маргарин, сыры, пшено, мука, макаронные изделия и чай подорожали на 1,5-2%. Бензин и дизельное топливо прибавили в ценные 0,2% и 0,3% соответственно. Пик инфляции ожидается весной. В марте-апреле она может достичь 15-17% в годовом выражении. По итогам года она достигнет двузначной цифры около 11,4%. Российский рынок живет в ситуации, когда нефть дешевеет, а санкции продолжаются. Европа и США по-прежнему ведут агрессивную, но не подкрепленную фактами риторику. В итоге в России разгорается очередной кризис, равного которому еще не было. Из-за этого на российской бирже наблюдаются очень осторожные движения. Притока средств нет, но с другой стороны отток капитала тоже невысок. На сегодня это все. Хороших выходных.